Всем привет! С вами Акула и Космонавт, и сегодня мы начинаем играть в новую, ну не такую уж и новую игру, под названием Крейдл. Начинаем новую игру, пойдем без обучения. Приходим в себя на полу. Скрепит то ли дом, то ли наши суставы. Мы находимся в юрте. Весьма по виду технологической. Это, видимо, слетело с нашей головы. Похоже на какой-то шлем с экранчиком. Не работает. Добавлено новое задание. Записка. Вы не помните своего имени и не узнаете место, в котором находитесь. Записка на столе написана вашей рукой. Прочтите записку. Интересно, откуда мы знаем, что эта записка написана нашей рукой, если мы себя не помним. Табаха, я стал толстым и плохо пахну. Выключена. Выключи нос и не смотри на меня. Я не попрощался с Ангодсом. Ждал его весь день, но он не вернулся. Пожалуйста, покорми и переодень его, иначе он заболеет. Вот рецепт. Разогрей красную кастрюлю. Добавь стакан воды. Добавь пару плодов масливы. Их сейчас много возле озера. Плоды разрежь. Добавь сушеный корень. Не забудь его растолочь. Добавь соль, и вода станет рыжей. Баночку с солью верни на прежнее место, справа от перца. Вари, пока не сварится. Ангодс появится, когда услышит запах еды. Если хочешь, все вещи продай. Тело можешь выбросить в реку. Я сюда не вернусь. Эннебиш. Что-то произошло. Игра сохранена. Добавлено новое задание. Завтрак Ангодс. Рядом нет никого, кто мог бы помочь вспомнить, что произошло. Чтобы встретиться с Ангодсом, приготовьте ему завтрак. Поставьте красную кастрюлю на печь. Нажмем красную кнопку. Ничего не происходит. Странный приборчик. Текст на экране включен. Загрузка. Диагностика устройств. Проба крови. Генокопирование. Определение HQ. Ошибка. Продолжение процедуры не рекомендуется. Режим ручного управления. Выполнено. Определение HQ. Ошибка три раза. Передача генокопии. Выполнено. Ожидание связи с оператором. Отменено. Нейрокопирование. Выполнено. Передача нейрокопии. Выполнено. Визуализация. Выполнено. Зрительный контакт. Выполнено. Зеркальная фаза. Ошибка. Запуск. Трансфер. Выполнено. Ликвидация донора. Выполнено. Ммм. Интересно. Открытка с городским видом. Внизу подпись. Женева. Женева рада гостям с любым коэффициентом. Инструкция по использованию мобильного трансферфера. Кажется, это вот как раз он. Включите устройство. Поместите палец в отверстие для забора крови. Дождитесь окончания процедуры генокопирования. Данные будут автоматически переданы в наш центр. Помните, мы принимаем к трансферу людей с коэффициентом HQ от 30 и выше. Если проверка HQ прошла успешно и данные были корректно переданы, по встроенному коммуникатору с вами свяжется наш оператор. Оператор произведет дистанционную диагностику и запустит сканирование вашей долгосрочной памяти. Оператор запустит передачу данных в центр трансфера. Трансфер. Положите ладонь на кнопку подтверждения. Установите визуальный контакт с изображением на лук-скрине. Вы можете моргать, но не отводите взгляд. Это чрезвычайно важно. После сигнала будет запущена автоматическая эмуляция сознания у рецепиента. Будьте готовы к непривычному эффекту. Вы начнете видеть себя с противоположной стороны. Не нервничайте, дышите глубоко и медленно. После сигнала нажмите кнопку подтверждения. Внимание, финальная фаза необратима. Нажав кнопку подтверждения, вы передаете право оригинала рецепиенту. Центр зеркального трансфера 30+. Так, значит, нам надо сделать завтрак. Но сначала давайте осмотримся. Тут куча всего. Вот какая-то девушка сидит. Ой, извините. Хм. О, девушка включается. Привет. Кажется, она не готова с нами встречаться. Шесть секунд в аду. Это что такое? О, это... А, тут куча вырезок, и все их можно читать. А, тем, кто никогда не взорвется. Пусть ваша жизнь будет полна эмоций, пусть ваши контейнеры не перестают наполняться. Трепетно затаив дыхание, мы уповаем на вас, чье табло спокойно и возвышенно светится числом больше 70. За гранью этих двух цифр теплится всеобщая надежда, и нет места опасности, ведь вы никогда не взорветесь. С днем красивых. Форум специалистов по обслуживанию теплосетей. Старая выцветшая фотография. Шесть секунд в аду. Очаги заражения постепенно теряют свою дьявольскую силу, заявляют исследователи. Такое утверждение звучит впервые за 15 лет безуспешных попыток проникнуть внутрь сфер заражения. Во время недавней экспедиции автоматический зонд находился в сфере в течение шести секунд, и прежде чем связь с ним прервалась, успел произвести ряд ценных измерений. Что ж, в сравнении с автоматами, выходившими из строя на первой же секунде, новый зонд показал действительно обнадеживающий результат. Наверное, пройдут десятилетия, прежде чем за границу сферы сможет вступить человек. Но есть надежда, что с помощью автоматики уже скоро мы сможем извлекать из недоступных зон нейрочипы наших сограждан, ставших жертвами выбросов. Угу. Что-то у них творится. Так, цветочный рынок у монумента спасителям. Во имя всего общего блага. Группа некрасивых людей, отказавшись от пособия по плохой наследственности, в открытом обращении поблагодарила общество за заботу и терпимость. Перед своим усыплением они выразили пожелание посетить выставку достижений HQ промышленности. Пресс-центр Фонда общественного спасения заявили, что уважают потребность граждан в приобщении к высшим ценностям. Каждый некрасивый получит бесплатный билет на выставку красоты, а также именную фитокопию класса люкс. Кассовый чек, чистящий спрей, ответ отвертка реверсивная. Международный день красивых, программа мероприятия, праздничный концерт от 70 и выше, распродажа поддержанных HQ-крашений. Группа некрасивых людей. Какой-то сканер. Какой еще престиж? Ты о чем? HQ у меня такой же, как у тебя, но при этом я втрое дешевле и по карману даже некрасивым. Что? Верумена изменились, дедушка. ДНК сейчас любой дурак скопировать может. Чем ты докажешь, что твоя гинокопия слеплена с оригинала, а не является тысячной репликой? Вместо оригинального цветка в твоей обложке полиэтиленовая бутафория. Маркера подлинности нет. Радуйся, что пока еще стоишь в вазе. На послезавтра. 5 оранжевых гербер HQ больше 70, 5 желтых гербер HQ больше 70. Таблон на крышке замерла все время показывает нули. Одна красная больше 80. На завтра. Заканчивается стерилиант. Статья к центру сферы. Мы в полутора километрах от сферы заражения. Пересекаем внешний периметр. Содержание токсина здесь невелико. Риск повредить нервную систему уничтожен. Направляемся к центру. 140 метров до границы сферы. Перед нами предупредительные знаки. За этой отметкой воздействие резко возрастает. Внутри обозначенного периметра работа нервной системы блокируется. Через несколько минут мы упадем в оморок. 40 метров до границы сферы. Перед нами высокое ограждение. Мы добрались до смертельно опасного рубежа. Дальше не пойдем. Внутри огороженной зоны способна функционировать только автоматическая техника. Ноль метров. Перед объективом нашего разведывательного аппарата граница сферы заражения. Ее видно по серому оттенку Земли. Область по ту сторону мало изучена и недоступна даже для автоматики. Сфера хранит в себе множество загадок. Что это за аморфные точки поднимаются с Земли вдоль границы? Откуда берется это странное избирательное воздействие на органику, при котором человеческое тело подвергается разрушению вдвое быстрее, чем тело любого другого животного? И, конечно же, что происходит в центре сферы? Ян Ружевич. Комментарий специалиста. О процессах, происходящих в эпицентре выброса деспиротоксина, мы почти ничего не знаем. Утверждать можем только одно. Но пространство там имеет уникальные физические свойства. Феномены с исчезновением микроволнового излучения, которое нам удалось наблюдать, подталкивают к созданию фантастических теорий. У одной из них, радиосигнал, посланный внутрь эпицентра, не просто исчезает, он переносится во времени. Теперь цветочный магазин появится и в нашем городке. Целителям красанты больше не придется ездить в Улан-Батор. Фитокопии популярных июзиотических сортов они смогут приобрести у нас. Сейчас мы заключаем договоры с поставщиками и уже скоро разузнать цены. Весна от руки. Самое ценное. Недавно мне довелось побывать в банке хранения нейрочипов. Представьте себе помещение с тысячами ячеек. В дверцах ячеек круглые окошки, за которыми пузырится жидкость консервант. На каждой дверце светится HQ-табло. Значения HQ в основном низкие, потому что большинство усыпленных – аутсайдеры. Но удивительные всего цветы. Я, например, не знала, что они красивые и предпочитают украшать свои камеры фитокопиями. А впрочем, ничего удивительного. На тот свет люди берут с собой самое ценное. Хм. График зависимости покупательного спроса от наследственного коэффициента продукции. В надпись от руки нет уж «Спасибо» и «Щедрые небеса». Абахин напомнит про обложки, пиццеллеры, фитокопирование, лубка Ора. Этот сорт не случайно называется автономным. Он устойчив к нерегулярным температурным режимам. Выдерживает круглогодичное цветение в 4 цикла. Не требует регулярного полива, подкормки и пересадки. Добавлен в базу ДНК-сигнатур в 2065 году. Значит, у нас здесь не просто технологическое будущее с юртой и странным предметом, но действительно подтвержденное будущее. Пассия 433, новичок в компании химических элементов. Он принес с собой гибель и спасение. Какой из компонентов Пассия возьмет власть над миром? Это зависит от тебя, супергерой. Надевай чехлы и поднимайся за дело. Собирая сладкий компонент, ты пополнишь фонд спасения. Уничтожая горький, убережешь мир от новых выбросов. Напольная игра прошлого года возвращается. Значит, у нас есть какой-то выброс, какой-то купол, внутри которого что-то происходит. Некий пассий. И он есть сладкий и горький. Обложки для фитокопий. Топор. Топор можно взять? Топор нельзя взять. Журнал. Минус полтора миллиарда. Мы вымираем. Спустя 4 года с начала эпидемии от прежних 9 миллиардов осталось 7,5. В прошлом году заменить себе тела осмелилось всего 30 миллионов человек. Син... Синкомфацин. Синкомфацин. Помощь идет. Уважаемые родители, учитывая сложившиеся обстоятельства, разделяя вашу обеспокоенность судьбами своих детей, мы приняли экстраординарное решение досрочно завершить клиническое испытание нейрометаболика и вывести его на рынок. На условиях отказа от претензий к производителю ваши дети получат бесплатный доступ к препарату. Всемирная организация здравоохранения. Магазин обо всем. В смысле, журнал обо всем, да? Заправка терможидкостных баллонов недорого. Сок из плодов масливы. Это то, что как раз нам надо собрать. Сот километров к западу от побережья Чили, от горизонта до горизонта Тихий океан. В отличие от своего антипода, южный нейрополюс не имеет кольца тишины. Здесь нет вообще ничего, кроме воды и равномерного шума на частоте 117,3 ТГц, наверное. Что случилось с этим миром? Брыкбок газеты за 2065 год. Исследования останков подтверждают, нейрочип, пробывший в сфере 15 лет, восстановить невозможно. Это значит, что конфликт в вопросе права оригинала исключен. Владелец нейрочипа погиб, и мы можем уверенно вернуть его к жизни, активировав резервную нейрокопию. Достигнув критической массы, горький изомер пассия резко меняет свое физическое состояние, превращаясь из безвредной черной жидкости в разрушительное вещество – дисперотоксин. Происходит мощный выброс частиц и образование смертоносной области заражения. По неизвестной причине область принимает сферическую форму с четко очерченными границами. Дедушка послушал его, постыдился, что не украсил наш дом раньше, и согласился купить. Заплатил немного, потому что оно не работает и не может разговаривать. Зато теперь нам есть куда поставить отбракованные фитокопии. Это вот это... однако. Уважаемый от бояр, безусловно, сладкий пассий, как вы выразили, сосредоточие множества добродетелей, но несмотря на вкусное название, кондитерских качеств он не имеет. Сладкий изомер пассия, как и его противоположность, горький изомер, получил свои имена благодаря запаху, но не вкусу. Несколько лет назад, когда наша жизнь еще не была перевернута с ног на голову, под микроскопами ученых оказались несколько грамм неизвестного вещества. Выяснилось, что загадочная прозрачная жидкость является смесью из двух ее изомеров, двух веществ с совершенно разными свойствами. Первый изомер при выделении из общей смеси приобретает фиолетовое свечение и приятный сладкий запах, отчего и получил название «сладкий элемент». Второй изомер оказался вязкой черной жидкостью с отвратительным запахом и был назван горьким элементом. Тогда еще никто не подозревал, что забавными кулинарными именами мы нарекли две могущественные стихии, прибывшие к нам из неизвестных глубин мироздания. Да, я так чувствую, что мы тут залипнем. Ну, вернее, я залипну, вы перемотать можете, да? Исследовательская станция Хангай, 2056 год. Стандартные и альтернативные методы трансфер. Альтернативный метод обеспечивает перенос кратковенной именной памяти от донора к реципиенту с треекратной эффективностью в сравнении со стандартным методом. При этом реципиенту передаются не только воспоминания донора, но и его психоэмоциональные установки. Передаются и надолго закрепляются в сознании. Следует помнить о риске, связанном с эффектом MPR1. В качестве меры безопасности для притупления чувства привязанности к донору рекомендуется обнулить кратковременную память реципиента сразу после трансфера. Что-то в этом мире совсем... Ой, что-то подтормаживание какие-то. Совсем не так и совсем не хорошо. Витаминная добавка для птиц. Отвар получился не очень. Я основу приправы перепутал. Капли для глаз мне что-то не помогают. Надписи не различаю по-прежнему. Ты, пожалуйста, расставь баночки в том же порядке. Перец, соль, корица, карри, сахар. Порядок я запомнил. Даст небо, больше не перепутаю. Ой, нож. Так, давайте засунем его к себе в инвентарь. Пока с ножом походим. Такое же тело, как у тебя, только молодое. На 20, на 40 лет моложе. Какого угодно возраста. С геномом, идентичным твоему, либо измененным. Словом, клоном и вырастим. Но зато тем в него нужно будет переселиться. Каким-то образом перенести туда сознание. Как это сделать? Перенос сознания. Именно это является основным полем исследований в проекте «Трансчеловек». Так, брюква двукочанная, новая разновидность, историческое решение. Всемирная ассамблея здравоохранения ратифицировала программу «Трансчеловек». Модификация генома человека и ликвидация смерти. Сегодня эти амбициозные цели уже не являются недостижимыми для науки. Конечно, начало новой эры антропогенеза праздновать рано. Потребуется еще несколько лет на реализацию проекта. Но сложно сдержать восторг при мысли о том, что... О чем-то. М, кастрюля. Кстати. Ставим кастрюлю. Так, поставим кастрюлю. В первую очередь это отразится на плодовых кустарниках. В частности, у дикорастущей маслива многократно упадет плодоносность. А, ну это... Паническая атака. Неожиданным результатом завершились первые эксперименты по эмуляции сознания. Ученые сообщают о странной реакции, наступающей сразу после активации нейрокопии. Воспроизведенное в процессорном устройстве нервная система испытуемого начинает стремительно саморазрушаться, вгружаясь в состояние глубокого ужаса. А задачи на исследователи уже назвали это явление панической атакой. Паническая атака наносит тотальный ущерб нервной системе. Всего две минуты непрерывной атаки приводит к необратимым... Видимо, к необратимым последствиям. Холодильник. Дверцу заклинило. Научились считывать информацию из мозга и хранить ее в виде цифровой копии. Нейрокопирование, так они называют свою технологию. Что же такое нейрокопирование? Воспоминания? Этот вопрос вызвал у разработчиков улыбку. Видимо, не совсем воспоминания. Что ж, суть технологии пока побудет для нас загадкой. А мы тем временем порадуемся очередной победе ученых. Пусть это еще не перенос сознания, но все же уверенный шаг на пути к цели. Ого, неразрывная связь. Опровергать сенсационные небылицы о людях, живущих с измененной генокопией, стало утомительным занятием. Поэтому мы просто озвучим всем известный факт. Нейрокопия жизнеспособна только в связке с родным врожденным набором генов. Заменив в своей генокопии хотя бы несколько муклеотидов, вы разорвете эту связь. А что происходит с сознанием, отделенным от тела, вы и сами хорошо знаете. Жалко, что мы этого не знаем, правда? Фаршированные перцы. Музыкальный коллектив. Так. Надо не переставлять, а то мы рецепт... Да, добавить соль. Добавить соль, да, а то мы рецепт не сможем. Сделать. Так, я не знаю пароля к этому планшету. Руководство по новой жизни. В нормальном режиме работы подсветка лукскрина имеет синий оттенок. В случае неисправности нейрочипа экран окрашивается в красный цвет. Зеленый оттенок указывает на то, что М-тело управляется искусственным интеллектом. Набор открыток. Карта. Э, ну, не закрывайся. Трансфер на дому. Простая и безопасная процедура. Весь процесс удаленно контролируется оператором. От вас потребуется лишь копия нервной системы, а также копия ДНК. Ерунда какая. Всего-то. Сегодня над закрытой зоной пролетали двое стрижей. Не знаю, что с ними стало потом. Наверное, умерли. Однажды я и сам туда чуть не полез. Тогда я еще не знал, что за ограждение никому ходить нельзя. Такси в небе над мегаполисом. Ну-ка. Иди положим на кровать. Тут тоже какая-то статья. Механизм ревизии генов сформировался около 200 тысяч лет назад. Любопытно, что он присутствует только в нервной системе человека. В других животных, включая генеалогически близких к нам приматов, не обнаружено ничего подобного. Трудно представить, что могло подтолкнуть организм древнего человека к столь изощренной самомодификации. Это кажется невозможным, но, похоже, мы случайно открыли важнейший механизм в устройстве нервной системы. Сейчас у нас нет даже общего представления о его назначении, а поверхностное изучение вырисовывает совершенно бессмысленную картину. Мы обнаружили странную зависимость нервной системы человека от его личной ДНК. По непонятной причине мозг беспрерывно осуществляет ревизию родных генов. Он опрашивает собственный организм, генерируя сложнейшую комбинацию биоритмов, удивительным образом согласованную с последовательностью нуклеотидных пар. Наша технология провалила тест именно потому, что не учитывала эту особенность. Лишившись связи с ДНК, каждая испытуемая нейрокопия разрушалась в приступе панической атаки. Теперь наша первоочередная задача – усовершенствовать технологию и обеспечить нейрокопии жизненно важную связь с родным телом. Монгольская космонавтика, лунный зонд, экспедиция. Офигеть. Значит, они научились копировать сознание человека и переносить его куда-то, да? Но без связи со своим генетическим носителем сознание впадало в паническую атаку и разрушалось, да? Получается так. А мы хотели что-то скопировать, видимо, хотели скопировать себя, и что-то пошло не так, да? Поэтому мы ничего не помним. М-тело. Готовишься к трансферу – познакомься со своим новым М-телом, запомни маркировку основных комплектующих. Это просто. Тут всякие компоненты. Лук-скрин. А, тут у девушки как раз лук-скрин. Наружные панели, дизайнерские панели. Цистерны с биоотходами. Все комнатные растения в той или иной степени нуждаются в свете. Таких, которые росли бы в полной темноте, попросту не существует. Даже в нижнем ярусе тропического леса. Цвета на порядок больше, чем... где-то там. Готовые заметки. Похоже, мы с твами стали привыкать к дискомфорту. Сообщения о появлении новых сфер заражения уже не вызывают в прессе былого резонанса. В прошлой неделе произошло два новых выброса диспертоксина, но вы, скорее всего, читаете об этом впервые. Диагональ экрана 42, блуждающий пиксель. Блуждающий битый пиксель. Так, чемоданчики не открываются. Дровый лес. Фотографии. Веселая бабушка обнимает внука. Чемодан. Да, сундук закрыт уже много лет. Так его не открыть, верхний слишком тяжелый. Первое очертание. Виртуальный тур по памятникам на скальной живописи. Старомонгольское письмо. Алтарь. Алтарь. Прабабушка. Дядя. То есть мы знаем, да, что дядя, бабушка, но мы не помним себя. Тибетская книга мертвых. Чистое белое пламя так ярко сверкает, так слепит, что глазам больно на него глядеть. Ясный белый огонь. Купон на разовую услугу по утилизации донора. Центр трансфера 30+. Так, это у нас заперто. Ну-ка. Иди сюда. Иди сюда, тряпочки. Извещение. Дата 18.08.58. Уважаемый Баджин Талаха. Приносим искренне соболезнования в связи с трагической гибелью ваших родственников. Вам будет оказано содействие в перевозке их вещей из зоны заражения. Свяжитесь с нами для уточнения деталей. 29.08.58. Уважаемый Баджин Талаха, мы озадачены вашим внезапным решением сменить место жительства и переехать в жилище вашего покойного сына. В этот тяжелый для вас период наши советы могут показаться неуместными. И все же, разрешите напомнить об опасности длительного пребывания вблизи очага заражения диспертоксином. Настоятельно рекомендуем вам покинуть трехкилометровую зону. Если вы решите вернуться в Улан-Батор, свяжитесь с нашим оператором. Так, то есть нас зовут Эннебиш, тут Баджин, интересно. А тут я смотрела. Программа телепередач за декабрь 71-го года. Проекция будущего «Последний шанс для проекта возвращения» помогут ли донорские способности некрасивых становить эмоциональное выгорание красивых? Счастливчики. Интервью с 20-процентной девушкой-аутсайдером, которую взяла на содержание элитная пара о том, как участие в донорской программе дарит радость представителям низшего класса. Препарат показан при умеренной интоксикации частицами деспиротоксина. Ага, видос не посмотришь. Экран – это вот который блуждающий пиксель, да, как раз. Договор о трансфере и обслуживании. Баджин, Далаха, возраст 69, HQ 47, поставщик 30+. Клиент самостоятельно назначает дату и время трансфера. После замены тела клиент обязуется вернуть арендованный аппарат предпоставщику. Все виды технического обслуживания, включая сбыт накопленного пассия, клиент обязуется проходить исключительно на станциях поставщика. Поставщик обязуется хранить в тайне факт уклонения от уплаты клиентам налога на хорошую наследственность. Так, стой, что там было? Медицинское заключение. Пациент Баджин. Процедура выведения деспиротоксина из организма проведена успешно. Содержание яда снижено до 60 пунктов. Подтарение процедуры противопоказано. Рекомендуется сменить тело и перебраться на новое место проживания с меньшим уровнем заражения. Вы поймете это по резкому увеличению продолжительности сна на 10-15 часов. На этой стадии прием препаратов уже не дает результат. При таких симптомах более-менее эффективное выведение деспиротоксина из ткани способны обеспечить только специализированные клиники. Фитокопир. А, это вот как раз фитокопир, это та штука, которая у нас там стоит. Уцененные аксессуары к андроидным украшениям. Скидка на алюминистатные кибаны позапрошлого сезона 95%. И уцененные андроид украшения. Так, тут вот еще газетка лежала. Спасительное число Коха. Если бы сегодня мне представилась чудесная возможность отправить в прошлое смс-сообщение из одного слова, я бы набрал число 3513 и отправил его самому себе. Да, всего четыре цифры. Их хватило бы, чтобы уберечь наш мир. Неудивительно, что нас с вами так трогает это знаменитое высказывание Хельмута Коффа. Сегодня, когда шансов на возвращение к прежней жизни почти не осталось, мысль об упущенном шансе теребит душу. Число 3513 знает каждый. Оно ассоциируется у нас со спасительным заклинанием, не произнесенным вовремя. Но каким же образом простые четыре цифры могли предотвратить катастрофу? Неизвестные ранее подробности этой истории вы узнаете из эксклюзивной интервью с пионером нейрокопирования профессором Кохом. Кажется, я целых полчаса только и делала, что читала всякие записки. Наверное, тут уже никого нету, кроме меня. Так, значит, добавьте стакан воды. Стакан мы видели, вода из-под крана. Вода. Так. Угу, отлично. Так, стакан упал. Так, добавлено новое задание. Разожгите печь с помощью пары поленьев и листка бумаги. Полежки. Так, пить. Вы умеете разжигать печь? Я, например, нет. Я только видела, как это делают. Вот, хотя там на дачах и в деревнях была. Но. Так. Зажигалка? Это зажигалка. Так, теперь маслива растет у ближайшего озера. Ой. Ой, я могу... 25 июля, суббота, 76 год. Сегодня исполняется 26 лет со дня кельнской катастрофы. Во время эксперимента по эмуляции сознания в институте нейрокопирования в городе Кельн произошел первый в истории выброс дисперотоксина. Этот день считается датой начала эпидемии лилит. Ага. Так. Значит, люди научились копировать сознание. В Кельне 20 лет назад, у нас сейчас 76 год, случился выброс, некая эпидемия лилит. И в статье Кох говорит, что ему бы вот эту цифру. А вот и степь. Наша юрта. Да, интересно. Озеро там. Давайте отправимся к озеру. Бегаем мы по шифту, но мы не очень быстро это делаем. Видимо, Эннебиш действительно растелстел и, вероятно, плохо пахнет. Раз он так медленно ходит. Так. У озера. А ноги у нас есть? Ног у нас по-прежнему нет. Те красные плоды на дереве выглядят съедобными. Попробуйте их сбить что-нибудь. А, делали красные плоды. Попробуйте их сбить. А чем сбить? Палочкой. Не могу поднять палку? Я не могу поднять палочку. А, вот палочка. Так. Берем левой кнопкой. Питаем правой. Ну-ка. Ага. Нам надо было, по-моему, два плода, да? Значит, берем и в инвентарь. Игра старая, но почему-то она у меня все подтормаживает. Опа. Так, отлично. Палочку мы на всякий случай тоже возьмем. Там, наверное, какой-то вид транспорта проходит, да? Дойти до туда, наверное, можно. Или нельзя. Неизвестно. Там у нас ветряк. И наш дом. А ветряк не над домом. Ветряк над каким-то куполом. Давайте сбегаем в куполу, посмотрим, что это такое. Ласточки летают, птички поют. Почта Монголия. Терминал эпистолярной связи номер 905. Дата последней заправки картриджа 1 июля 2058 года. То есть 20 лет назад. Нехило. Ветер так шумит, как будто бы это море. Я никогда не была в степи. Не знаю, как звучит степь. Птицы. Там вот что такое. Какие-то бетонные основания. А, это остановка, да? Да, это остановка, похоже. Которая ведет к главному входу. Огромного купола. А что там написано? На самом куполе. По-моему, там написано Гербера Гарден. А здесь что написано? Опасно. Заражено дисперотоксином. Стой, опасно для жизни. Территория заражена дисперотоксином. Я не уверена, когда у нас было сохранение. Каким образом здесь происходит сохранение. Но мы ж дурачки. Ну, я во всяком случае. Тут все закрыто, да? Заражение дисперотоксином. Видимо, значок для дисперотоксина. Человек кверху ногами. И буковка Д. Садгербер. Ладно, пойдем домой. Давайте пойдем домой. Наш дом, кажется, вот там вот. Это, получается, старик. Жил в зоне отчуждения. А кто такой Эннебешмы, мы пока не знаем. Но тут, кстати, даже вытопленная тропинка от нашей юрты сюда. То есть мы туда ходили. Лазили мы туда, вот в сад Гербер, непонятно. С Агерберами. Если мы собирали цветы и делали из них копии, да? Осталось разобраться, кто такие красивые, кто такие некрасивые. Что за циферки меньше тридцати. Вот. И что вообще происходит? Да? Коробочка. А тут что? Кажется, в ящику подведены провода. Интересно. Аккумулятора тут нету? Ну-ка. Опа. Вот для чего эти провода. Можно будет сложить аккумуляторы в ящик и подать электричество в юрту, если понадобится. А, только если понадобится, да? Ну ладно. Вещество из ниоткуда. Любопытные физические явления наблюдаются во время экспериментов по синхронизации нейрочипоскопии ДНК. В абсолютно герметичных полостях резонансного механизма образуется конденсат неизвестного вещества. Полученные данные о его химических свойствах немало удивят научную общественность, утверждают исследователи. Это тот самый... Нет, деспиротоксин это то, что из пассии, да? Из пассии. Так, значит, что нам надо сделать? Добудьте два разрезанных плода масливы. Так. Разрезали. Уронили. Разрезали. Ой, нет, не надо бросать. Так. Взяли. Положили. Взяли. Положили. Угу. Дальше, что нам надо сделать? Добавьте сушеный корень. А мы не писали, где сушеный корень? Значит, ступка... Ступка где-нибудь здесь? Нет. Нет. Ой. О, ступка, да? А может и нет. Ой. Ну, это ступка. Ну, это ступка. Корень сушится. О. А зачем это тут прозрачное? Это мода такая в 2070 году? Сушеный корень. Во дворе развешаны какие-то корешки. Ну, да, я их тоже увидела. Вот мы взяли сушеный корень. Так, ступка. Ступка. Добавляем сушеный корень. Дальше. Посолите. Баночка с солью стоит справа от перца. Где-то тут была записка. Так, перец, соль. Ага. Значит, это должно быть с солью. Так. Что, получилось? Отнесите завтрак. Вот сюда. Какие-то плоды, коренья и соль. И ничего не происходит. С нами что-то случилось. Ух ты. Здравствуй. Здравствуй, гордая птица. Приятного аппетита. Сначала застежки. Ух ты. Какая. 2053 написано на этой штуке. Так. И вот это вот мы видели. Тоже для него, да? Дырочка для штуки. Которая у него в груди. А у меня такой вопрос. А у нас вот тоже дырочка в груди? Нажалейте, есть какие-то цифры. Да, мы заметили. Как они там? 2053. Прочитать записи. Да. Так, доступ разрешен. Окей. Теперь у меня есть книга для записей. Спасибо, Табах. Мое имя Эннебеш. Я всегда жил здесь. Потому что не могу никуда уехать. Дед Баджин говорит, что раньше тут было много людей. Но когда купол взорвался, все они умерли. С тех пор в этих местах никого нет, кроме меня, Баджина и Ангоца. У Ангоца очень мощные лапы. Он слушал моего отца и помогал ему охотиться на зайцев. Родителей я не помню. Они погибли при взрыве. Когда дует ветер, становится холодно. От ветра можно заслониться, но ненадолго. Без света долго не протянешь. Поэтому я смастерил прозрачный жилет с пленкой, как в той передаче про теплицы. Днем Ангоцу тепло в этом жилете, но ночью холодает. И тогда я одеваю ему другой, теплый жилет. Я собираю и оцифровываю цветы. Ищу самые красивые и делаю из них фитокопии. Потом Табаха везет их в город и продает. На выручку он дольше живет, а мы с дедом покупаем сыр. Вот так. У нас теперь новый генометр. Измеряет все. Цветы, насекомых, людей. На Баджине он показывает 47. На дерево ворот 24. Он даже табуретку измерил, только думал дольше. А вот на Ангоце и на мне все по-старому выдает ошибку. Дед говорит, на все воля неба. Ну, может и так. Иногда мне снится сон. Я в незнакомом городе. Конец дня. Вдалеке гуляют люди. Рядом со мной кто-то есть, но я не вижу кто. Сон короткий, и после него всегда странное ощущение, будто нужно срочно кому-то что-то передать. А я все позабыл. От этого тревожно и досадно одновременно. И хочется там оказаться, в этом городе. Дед Баджин умер, но хотел сделать себе трансфер, потому что ослеп и перестал двигаться. Табаха даже привез ему устройство, но дед заснул и умер. Закопали его там, где он и просил. Завтра будет 4 года, как деда похоронили, а мне выходит уже 23. Здесь все по-прежнему. Я снова пробовала уйти, не получается. Теряю сознание, как и раньше. Хочу найти тот город из сна. Может быть, рискну и сделаю трансфер. Деду шлем уже не понадобится, а мне может помочь. Если повезет, я проснусь в новом теле, в Улан-Баторе. Плохо, что генометр не показывает моего числа. Я знаю, что это опасно. Когда я смотрю на плакат на моей кроватью, почему-то вспоминаю свои игрушки. В детстве, когда мне было 5 лет, у меня была любимая игрушка, странный космический чемоданчик. Ее где-то нашел Ангоц и принес мне. Потом я увидел в поле черные клубки, испугался их и зачем-то спрятал свои игрушки в тайник. А чтобы место не забыть, сочинил подсказку. Выйди из юрты и прямо иди. На камне с корягой стрелку найди. Печальное дерево путь твой укажет. Шкатулка в песке тебе тайну расскажет. Теперь не могу отыскать. Добавлено новое задание. Я так понимаю, нам надо искать шкатулку, да? Попробуй найти свой тайник. Может быть, старые вещи подскажут, что со мной произошло. Так, значит. Выйди из юрты и прямо иди. На камне с корягой стрелку найди. Так, прямо... Это камень без коряги. Это ты камень с корягой? Да, это ты камень с корягой. Нам туда. Что такое печальное дерево? Путь твой укажет. Ой. А? Ну-ка. Я не туда пошла? Вроде туда шла. А, о! Вот печальное... Вот оно печальное дерево, да? И указывает мой путь. Так. Ну, пойдем. Печальное дерево путывает, кажет. Катулка в песке тебе тайну расскажет. Это вот здесь? Катулка в песке? Космическая штука какая-то. Катулка в песке. Катулка в песке. Катулка в песке. Календарик за 2058 год. Небесные колеса. Строительство началось. музыка приятная так присоедините вашей любимой игрушки в детстве было процессорное устройство главное деталь механического тела еще 2 детали находятся в юрте используйте их ухты трамвай музыка приятная так ваш любимой игрушкой в детстве было процессорное устройство главное деталь механического тела еще две детали находятся в юрте используйте их чтобы починить девушку андроида она может быть ценным собеседником подсоедините процессор девушки а я свернула вправо слишком ваза с цветами место занято нужно освободить слов добавлено новое задание найдите подсоедините синхронизатор тут я бегать быстро стала очень так такие такие вот штуки на ну а теперь перестала бегать вот эти вот да интересно зачем они в штуке для трансфера ой девушка кажется она очнулась привет привет у нас есть озвучка эй вы меня слышите где я где-то в монголии в какой-то юрте что со мной случилось не знаю я сам ничего не помню это вы меня включили а мы уже немножко больше него знаем похоже из-за того что по скрипту мы не должны были наверное читать эти все бумажки да вы молгер а кто это такие вот это слово мы еще не встречали не знаю вряд ли где вы взяли мой нера чип нашел в тайнике под землей в каком тайнике когда-то я спрятал в земле тайник с игрушками вы играли с моим нера чипом а потом закопали его в землю похоже что так но я этого не помню меня зовут эннебиш кажется а вас чего вы хотите я хочу понять что здесь происходит вы не мулгер я не знаю что значит мулгер кто это тот кто похищает людей и продает их вещество какое вещество не понимаю меня зовут и да я тоже не понимаю я не узнаю это тело с ним что то не так я ничего не вижу и не чувствую ног что с моими ногами они как то сделаны слитно что то вроде вазы что у вас вместо ног ваза для цветов что за бред мне страшно и да успокойтесь объясните мне вы робот я человек в искусственном теле то есть вам заменили тело половине человечества заменили тела откуда у вас мой нейрочип и да я только что нашел его в старом тайнике в тайнике который вы закопали в детстве да если верить моим записям как нейрочип мог попасть в руки ребенка его принес беркут ручной беркут моего отца где он его нашел я не знаю когда это было давно 18 лет назад слушай мне здесь не уютно и страшно я хочу вспомнить кто и вернуться домой пожалуйста помоги мне я хочу того же как я могу помочь нужно вызвать эвакуаторов они приедут и заберут меня отсюда сейчас я пытаюсь отправить запрос но не получается мой маркер не отвечает какой маркер маркер подлинности это как паспорт в нем мои личные данные запрос отправляется только с этими данными из маркера но кажется он поврежден что же делать не знаю можно наверное предъявить номер моей нейрокопии но я его не помню я почти ничего о себе не помню со мной то же самое но ты хотя бы у себя дома знаешь о своем детстве и семье я не уверен что я дома не узнаю это место странно давай сделаем так задавай мне вопросы спрашивай обо всем что тебя интересует попробуем упорядочить мои воспоминания может быть у меня получится вспомнить номер ты в порядке мне как то что то не так с этим телом не могу понять что нужно поторопиться расскажи мне об искусственных телах о телах хорошо они называются м тела так зачем людям заменяли тела из-за эпидемии возник вирус из-за которого во всем мире перестали рождаться дети вирус бесплодие его никак не могли уничтожить и поэтому разработали эту программу замены тел перенос сознания из обычного тела в механическое что то вроде личного убежища да временное убежище в нем люди прячутся от старости когда вирус уничтожат мы сможем вернуться в свои родные тела но вы же снова станете смертными ну ничего то есть нет не станем научились же клонировать жизнь можно продлевать просто никто этим не воспользовался не успели почему не успели потому что из-за эпидемии клонирование стало невозможным вирус поражал эмбриональные клетки может быть вируса уже нет много лет прошло не знаю он был очень на него ничего не действовало ни антибиотики ничего уничтожить вирус могло только одно вещество пассий но его очень медленно добывали как его добывали? из самих людей то есть люди его производили своей нервной системой нервной системой? не понял но пассий можно получить только из эмоций когда испытываешь любое переживание твое м тело вырабатывает немного вещества вещество из переживаний? да эмоции это единственное из чего можно сделать средство от вируса из-за этого пассий стал как главная ценность в обществе и каждый человек он каждый стал источником ценности да хотя были люди у которых вещество почему-то ценилось выше чем у остальных что это за люди? люди с какой-то особенностью у них что-то их очень уважали но не могу вспомнить кажется я поняла что со мной не так я не могу дышать дышать? тебе нужен кислород? мне нужно просто вдыхать воздух это наследство от прежнего тела рефлекс от него нельзя избавиться для этого вам тела встраивают специальный модуль он имитирует дыхание как я могу тебе помочь? мне нужен модуль дыхания ты можешь найти его для меня? где же его искать? кругом одна степь степи больше ничего? опиши мне что здесь есть поблизости река какой-то заброшенный комплекс что за комплекс? большой такой купол с разноцветными парусами подожди да, вижу у меня есть доступ к нему сад Гербер Эннебиш я помню это название я была как-то связана с этим местом кажется это парк развлечений похоже там в павильонах хранились детали для МТЛ и там точно должен быть модуль дыхания части тел в детском парке их как-то использовали в развлекательной программе но я не помню как именно хорошо, я попробую найди седьмой павильон я постараюсь подобрать пароль к хранилищу файлов там могут быть мои данные если что-нибудь вспомню свяжусь с тобой объясни мне кое-что что? как из эмоций получается вещество? его производит одно устройство синхронизатор и что он синхронизирует? твое сознание с твоей же ДНК он обеспечивает связь между нервной системой и набором генов в тот момент когда ты испытываешь какую-нибудь эмоцию все равно какую он производит что-то вроде побочного продукта это и есть вещество пассий зачем в механическом теле ДНК? потому что отдельно от ДНК сознание погибает впрочем мы это с вами уже прочитали в газетах как погибает? почему? я не знаю почему и никто не знает разрушается нейрокопия умираешь в приступе паники несколько минут тебя трясет от ужаса а потом наступает кома кома? ну, смерть нейрокопия не восстанавливается я понял не имея возможности вдыхать воздух человек в МТЛе испытывает дискомфорт отправляйтесь к гапрошному аттракциону и достаньте ИДИ модуль дыхания переберитесь через ограждение ну что ж я думаю что перебираться через ограждение мы будем уже в следующей серии надеюсь хоть кто-то досмотрит досюда и кто-то будет следить за приключениями Эннабиша в этом странном мире где непонятно что происходит вместе со мной вот спасибо за просмотр и до встречи надеюсь в следующих сериях субтитры создавал DimaTorzok